ПОСТОПАМ ПРОРОКА И СВЯТЫХ ПОСТОПАМ ПРОРОКА И СВЯТЫХ ПРОРОК МОХАММАД САЛЛЯЛЛАХУ АЛЛЯЮ ВАСАЛЛЯМ Мы должны верить в то, что наш пророк, салляллаху алей вассалям, жив, смотрит, слышит и живет, и что его жизнь настоящая, совершенная и полная. Его жизнь означает жизнь его народа. Каждый народ жил так, как жил их пророк. Умма, народ этого времени, живет жизнью пророка, салляллаху алей вассалям. Пророк живет полноценно и служит своему народу. Его народ у него на глазах. Он очень хорошо знает ситуацию своего народа в каждый момент времени. Однажды я спросил одного ученого, почему он не принимает Мухаммада, салляллаху алей вассалям, как пророка, и каковы его доказательства для тех пророков, которые были до Мухаммада, алей вассаляту алей вассалям. Он ответил, «Да, как написано в наших книгах и традициях, мы верим в Авраама, Якова и Моисея». Я спросил, «Какие у вас традиции? Они приходят с небес?» «Наша тоже». «Почему вы говорите, что ваши традиции правильные, а наши нет?» «Если я приду и скажу, я пророк, вы имеете право попросить доказательства». Все люди просили доказательства пророков, и они показывали им чудеса. Без чудес вы не можете верить ни в одного пророка. Благодаря традициям их чудеса достигли нашего времени. Мухаммад, салляллаху алей вассалям, принес много чудес. Так почему же другие пророки, а он не пророк? Если мы немного поразмыслим на эту тему, то не сможем отрицать это. Лишь религиозный догматизм подталкивает одних людей к отрицанию других. Многие христиане и иудеи во времена пророка, алей вассалям, приходили к нему и говорили, «Мы прочли твое имя в наших книгах и принимаем тебя в качестве несущего истину». Даже одного такого человека достаточно в качестве свидетеля, а таких было миллионы. Кабуль-Акбар, самый ученый раввин среди евреев времен пророка, постоянно находился рядом с Абу-Бакром Ассиддиком. И когда Умар стал халифом, он произнес шагаду и стал мусульманином. Умар спросил его, «Почему ты отложил произнесение шагады, когда ты сидел рядом с пророком, салляллаху алей вассалям, и Абу-Бакром? Ведь они намного лучше, чем я». Ох, алифомар, ты говоришь истину. Я видел пророка, салляллаху алей вассалям, и Абу-Бакра. Я известный раввин еврейского народа. Никто не знает так хорошо священные книги, как я. Я проверил все признаки, касающиеся последнего пророка, и увидел, что все они в точности присутствуют, за исключением двух. Что же это за признаки? Два визиря последнего пророка, алей вассаляту ассалям, станут после него халифами. Я ждал этих двух последних знаков, данных моей религии. А теперь уже не осталось ничего, что нужно было бы ждать. Все знаки проявились, и стопроцентное доказательство этому «Ла-Иляха-Илля-Ллах Мухаммаду-Ну-Расулу-Ллах». Этого достаточно. Если у человека есть разум, и в его сердце есть здравый смысл и справедливость, он должен принять пророческую миссию Мухаммада, алей вассаляту ассалям. Краните и уважайте путь пророка. Путь пророка – святой и любимый нами путь. Каждый, кто верит в пророка, должен любить его в своем сердце. Когда человеку кто-то нравится, он будет смотреть на его поступки с любовью. Согласно любви и уважению человека к пророку, он будет заинтересован в следовании его пути до тех пор, пока не сможет не следовать каждому закону сунны. Суть этого урока такова – храните и уважайте путь пророка. Каждой религии для человека очень важно соблюдать традиции своего пророка. Человеку должно нравиться то, что нравится пророку, так как пророк уважаем и очень высок в божественном присутствии. Имам Шафии сказал, «Тот, кто оставляет выполнение сунны из-за лени или беспечности, воистину попадет в ад». Уважение сунны – это фарс, обязательное к выполнению. Если его игнорировать, то это опасно. Сатана говорит, это не важно, это сунны. Есть два пути – путь сатаны и путь пророка. Путь сатаны ведет прямиком в ад. Однажды халиф Хару Нар-Рашид посетил собрание, где имам говорил, что пророку нравится вкушать тыкву, на что один из присутствующих визиров ответил, что лично ему она не нравится. Тогда халиф вынес вердикт убить визира. В Одессе сказано, «Тот, кто пускает в меня стрелы, не из моего народа». Визир тут же раскаялся, осознав, что оставлять путь пророка опасно. Этот путь пророк принес не от себя, а подчиняясь повелениям и руководству Всевышнего. Верующие должны задуматься над этим. Главное правило в суфизме – хранить путь пророка. Суфизм – это путь к небесам. Все пророки отправились на небеса. Вы должны найти место, с которого они начинали, и следовать их стопам. Если человек посвящает свою жизнь сунне, то ему легко ожидать для себя пути и предписания Господа. Сначала пророк путешествовал из Мекки в Иерусалим, а затем вознесся к небесам. Путь пророка ведет к Всевышнему. Два вида поступков. История о соединении Ибрагиме и его стадах. Наш прошейх преподает нам урок о наших поступках. Один вид поступков – ради довольства нашего Господа. А другой вид – для удовлетворения нашего эго. Когда человек совершает поступки, которые радуют Господа, Всевышний принимает это и хранит их в своих сокровищницах. Но наш Навс любит вмешиваться в поступки и поклонения, за которые Всевышний обещал рай, с целью присвоения всего вознаграждения себе. А тому, кто не просит никакого вознаграждения, Всевышний дарует бесчисленные награды. Когда мы делаем все лишь ради довольства Всевышнего, то наши поступки становятся самыми высокими и ценными, самыми приятными для Всевышнего и окружающих. Например, кто-то делает что-то за деньги, а кто-то бесплатно. Что лучше? Тому, кто ищет довольство Всевышнего, прежде всего остального, Всевышний дарует довольство. Посмотрите на этого человека. Каждый день он приносит нам чай, ничего не ожидая взамен, так как ему доставляет радость служить нам. Если мы преподнесем эту идею всем, то золото и серебро уже больше не будут иметь ценности. Их заменят слова «Мир Пророку и Божие Благословения» и «Хвала Всевышнему». В глазах слуги самое ценное – это довольство Господа. А в глазах верующего одна фраза «Мир Пророку и Божие Благословения» намного ценнее, чем все земные сокровища, так как ценность первого длится вечно, а со вторым нам придется расстаться рано или поздно. Заедина Ибрагим был отцом пророков. Всевышний одарил его несметными богатствами – овцами, верблюдами и коровами. Когда ангелы увидели его среди стада, они спросили Господа, «Ты говорил, что Ибрагим твой друг, но похоже его сердце с его стадами». Всевышний дал разрешение заглянуть ему в сердце и посмотреть, что в нем. Ангел Гавриил пришел к Ибрагиму в человеческом облике и обратился к нему, «Ассаляму алейкум, это все принадлежит тебе?» Тот ответил, «Это все принадлежит моему Господу. Если ты почтишь его одним словом хвалы, я дам тебе треть своего стада». Когда Гавриил произнес таспих, Ибрагим сказал, что после второго раза он отдаст половину своего стада. Когда же Гавриил повторил слово хвалы, Ибрагим пообещал отдать все свое стадо, если он произнесет слово хвалы в третий раз. Гавриил снова произнес таспих, и Ибрагим сказал, «Салям» и ушел. И тогда ангел прокричал, «О, Ибрагим, я Гавриил и не нуждаюсь в твоих стадах». Ибрагим ответил, «Меня не расстроит, если я не получу их обратно, так как я отдал их ради Всевышнего». Тогда Всевышний сказал Гавриилу, «Разве он не мой друг? Я принимаю его стада, привожу их в Джабаль-Каф и оставлю их там в качестве залога. Эти стада умножаются и по сей день в ожидании прихода Аль-Махади, когда они будут для всей умы на обеденном столе Ибрагима». Таков путь пророков. Они не хранят этот мир в своих глазах и сердцах. По мере того, как человек растет в вере, дуния, земная жизнь, для него все уменьшается. Зная, что является по-настоящему ценным, отпускание второстепенного происходит без сожаления. Путь пророков – не смотреть на сокровища мирской жизни. Мухиддин и ангел Наш прошейх рассказал историю шейха Мухиддина. Однажды, когда он путешествовал на корабле в море, разразился сильнейший шторм. Тогда шейх написал на листке бумаги записку. «О море, ты должно быть спокойна, так как над тобой великое море». Он кинул листок в море, и тут же она успокоилась. Но затем из моря поднялась большая рыба и сказала, «О Мухиддин, у меня есть вопрос, если муж женщина вдруг превратится в камень, должна ли она ждать три месяца, период развода, или четыре месяца и десять дней, период после смерти мужа, прежде чем считаться свободной?» Мухиддин не знал, что ответить. Однако он понял, что эта чудесная рыба задала свой вопрос, чтобы показать ему, что он напрасно назвал себя Великим морем. Тогда он сделал саджду земной поклон и попросил прощения у Господа за свою гордыню. Ведь это была не обычная рыба, а ангел, посланный Всевышним, для того, чтобы преподать ему урок. Для каждого знания есть еще более высокий уровень знания, и так до бесконечности. Нельзя найти предел знанию. Для каждого хвостовства всегда будет нечто, что покажет его слабость. Всевышний может дать каждому больше, чем у него есть. Он сломил силу Немрода при помощи хромого комара. Пророк сказал, «Возможно ли, чтобы Всевышний даровал то, о чем будет просить его какой-нибудь нищий в лохмотьях и грязи?» Это учит нас проявлять смирение по отношению к нашему Господу. Смиренные люди всегда в безопасности в этой жизни и в вечности. Не показывайте свою власть, положение или богатство людям. Возможно, это будет отнято у вас и отдано другому. Не смотрите на людей свысока, Всевышний может опустить вас вниз, а другого возвысить над вами. Это его воля. Он возвышает и понижает. 24 тысячи Абу-Язидов Аль-Бастами Наш прошейх говорил, что у того, кто выполняет настоящие духовные практики и завершит их успешно, появится множество форм, подобных ему. Во-первых, вероятно, что три или семь из них будут иметь такую же форму и телесные силы, как и он сам. Но они будут находиться в трех или семи разных местах, каждый из которых будет независим. Он будет смотреть, действовать и знать. Такая сила дается тому, кто завершил успешно все практики под руководством Муршидун Камиль, совершенного мастера. Абу-Язид Аль-Бастами однажды выполнял пятничную молитву Джума в 24 тысячах мест одновременно. Он сказал Руляма, исламским ученым, на одном собрании. «Сегодня я молился в 12 тысячах мечетей». Они спросили, как это? Он ответил, с помощью силы Всевышнего. «Если вы мне не верите, разошлите людей по этим местам и узнайте их». Они сели и начали ждать до тех пор, пока не вернулись гонцы. Те же люди, вернувшись, подтвердили, что Абу-Язида действительно видели в разных местах в одно и то же время. Абу-Язид позже сказал, «Я не осмелился признаться, что на самом деле был в 24 тысячах разных мест, поэтому назвал половину этой цифры». Всевышний говорит, что когда мы сеем одно зерно пшеницы, оно исчезает в земле, но вскоре становится семью ростками, каждый из которых имеет сто зерен. Таким образом, каждое зерно может стать семистами зернами, если полностью исчезнет. Если человек разрешит своему телу стать ничем, Всевышний даст ему тело из своего божественного присутствия. Не удивляйтесь действиям Всевышнего. Он – Аль-Кадыр, всемогущий. Но никто не согласен стать ничем. Все хотят быть кем-то. Быть, 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 даже в религии. Так же и в Тарикате. Люди ожидают чудес и небесных видений, но никому не нравится быть ничем. Если вы согласны стать ничем, то вы будете всем. Дворец единства не открыт тем, кто говорит, «Мы что-то из себя представляем». Вы должны войти в хальва от уединения и настроиться на то, что можете не выйти оттуда, что вам может настать конец. Обращаясь к своему эгу, не думай, что ты выйдешь и сможешь творить чудеса. Я собираюсь тебя похоронить. «Мой шейх пришлет ангела, который заберет твою душу». Тогда это будет настоящим уединением, а до того это всего лишь тренировка. Первое, на что смотрит мастер в ученике, есть ли еще в его сердце желание эго. Эго должно умереть. Тогда этот человек действительно готов к смерти. Ему можно доверять все ключи к сокровищам. Это тело должно быть взято. Затем смерть. Некоторые предложат себя смерти с помощью своей силы воли. Это не означает убить себя. Это значит умертвить желание своего эго. Только тогда вы готовы к принятию божественных сил. У Абу-Язида была сильная битва со своим эго. Люди спрашивали его, что является самой сильной битвой. Он отвечал, «Вы ни в коем случае не можете его слушаться». «А что является самой легкой битвой? Может быть, вы послушаете его немного?» Я вызвал свой навс выйти и совершить молитву. Он сказал, «Но, я хочу спать. Довольно? Оставь сон и вставай». «Но, я хочу спать». «Клянусь Богом, я не дам тебе ни сна, ни питья весь год, если ты сейчас же не встанешь». «Это высочайшая битва с моим величайшим врагом». Двенадцать лет Абу-Язид провел, живя в сухом колодце. Он похоронил себя там для того, чтобы освободить свою душу для всей вселенной, чтобы свободно иметь любую форму. Это самые драгоценные жемчужины, которые могут носить на голове лишь короли и королевы. Им и вы должны отдать свое эго. Сейчас мы лишь слушаем, но просветленные тоже из рода человеческого и, быть может, слабее нас, но они знают Всевышнего, а он всемогущ. Разговор Бахлюля. Наш прошейх говорил о качествах Аулия. Они не такие, как обычные люди, находящиеся в погоне за вкусами этой временной жизни, едой, питьем, женитьбой, нацеливаясь лишь на получение как можно большего количества удовольствий. Животные на таком же уровне. Первая ступень просветленности начинается с веры. Если у человека есть вера во Всевышнего Господа, то он уже оставил обычный уровень. Верующие – это Аулия первой стоянки. По мере того, как наша вера растет, в просветленности мы взбираемся все выше и выше. Этим стоянкам никогда не будет конца. Чем больше мы желаем получить, тем больше даруется нам. Наслаждения этой жизни постепенно теряют свой вкус. По мере нашего приближения к божественному присутствию нам даруется свет и духовное истинное наслаждение увеличивается. Наслаждения просветленных Аулия отличаются от наслаждений обычных людей. Наш пра-шейх рассказал историю султана Харуна Ар-Рашида и его брата Бахлюля. У Харуна была проблема, которую никто не мог разрешить. Когда Бахлюль давал ему фетву понесения вердикта суждения на основании исламской юриспруденции, тот остался очень довольным и сказал «О, Бахлюль, ты носитель таких глубоких знаний, почему бы тебе не пойти с нами? Ты всегда уходишь в компанию детей, я дам тебе дворец и рабынь, зачем тебе водиться с этими детьми?» «О, мой брат», отвечал Бахлюль, «У маленьких детей есть защиты, с ними милость, и я счастлив быть с этой милостью. А для того, чтобы быть с тобой, я должен посоветоваться». Харун удивился. «Вот я, а вот мои министры, куда ты пойдешь?» Все эти люди последовали за Бахлюлем и шли они до тех пор, пока не пришли к личной уборной султана. Слуга открыл ее, и Бахлюль вошел внутрь со словами «О, личная уборная Харуна Ар-Рашида. Я хочу посоветоваться с тобой, быть ли мне в обществе султана». Донесся голос «Осторожно, осторожно, осторожно». Я была лучшей едой мира до тех пор, пока не пошла с Харуном Ар-Рашидом, и теперь посмотри, что от меня осталось». Бахлюль ушел, сказав, что никогда не будет султаном, и после этого Харун раскаялся в своей надменности. Бахлюль был похоронен в Дамаске. Он принимал в пищу лишь хлеб и сыр и носил Абаю из верблюжьего волоса. На вопрос «Почему?» он отвечал «Последний день люди будут призваны встать у ворот ада и будут спрошены об их благах в этой жизни. Я скажу, я ел лишь хлеб и сыр и отойду в сторону. Чем больше мы берем от этого мира, тем сильнее будет плохой запах, исходящий от наших тел». Аулия едят, пьют и женятся по предписанию Господа. Если все это в миру, то это будет нести вас на небо, но если в избытке, то уже вам придется носить это на себе. О мой Господь, даруй нам и свои милости, чтобы мы всегда жаждали быть вместе с тобой и чтобы наши мысли не были в погоне за наслаждениями этой жизни. Бахлюль и райский дворец Я слышал историю, рассказанную нашим прошейхом о брате Харуна Ар-Рашида. Бахлюль Мудрый звали его. Бахлюль Аль-Хавс, Бахлюль Маджнун или Бахлюль Аль-Казаб в кавычках «лжец» называли его некоторые. Тот, кто делает то, что удовлетворяет свой Навс, не сможет достичь уровня Улия. А тот, кто старается, чтобы Господь был им доволен, и оставляет без удовлетворения запросы своего эго, сможет достичь любой стоянки в божественном присутствии. Чем больше вы стараетесь порадовать своего Господа, тем больше вы будете продвигаться вперед. Один раз Бахлюль сидел во дворцовых садах, его увидела жена султана и спросила, что он там делает. «Я строю дома», ответил он. «Можешь продать мне один дом?» спросила она. «Да, за одну золотую монету». Она заплатила и ушла. В ту ночь им обоим приснился сон, что они оба были в раю и смотрели на роскошный дворец, который был дан ей за одну золотую монету. Бахлюль имел связь с пророком, саллиллау алиюссалям. Во сне и наяву все аулия имеют контакт с пророком, саллиллау алиюссалям. Бахлюлю пилонеглядь, не глядя, объяснил Бахлюль, а теперь дом подорожал. Это означает веру в сокрытое. Если сначала увидеть, то каждый поверит. Ценнее всего верить в сокрытое. Сейчас против такой веры к нам приходит столько мыслей. Во всех религиях возникают группы, борющиеся против верований. В исламе также люди говорят, что единственная реальность это то, что мы ощущаем и видим. Они отрицают существование святых. Это от шайтана, чтобы разрушить веру в сердцах. Если нет веры, нет и жизни для людей. Чем больше мы способны верить, тем больше наше сердце. Сердце верующего никогда не сжато, оно всегда открыто. А в сердцах неверующих никогда нет ни покоя, ни счастья. В сердцах же верующих всегда свет, покой и счастье. Безопасность Шама Наш пророк советовал верующим уезжать в Шам, город Дамаск, Сирия, и прилегающие к нему территории, когда наступят признаки ямы, воскрешения из могил, и нашему времени настанет конец. По словам нашего прошейха, эта территория содержит в себя огромную благодать на расстоянии длиной в шесть дней поездки на верблюде во все стороны от мечети Умайет. А то, что можно увидеть невооруженным глазом с верхушки минарета, это сердце Шамы. Наше место назначения небеса. Нам невозможно их увидеть, если, конечно, у нас нет на это предписания от Всевышнего и пророка Али-Иссаляту-Али-Иссаляту-Ассалям. Реальность большая ценность и она не для всех. В наше время истинная связь с пророком салли-Аллаху али-Иссалям может быть лишь через старикат. Что касается вашего шейха-наставника, то вы должны быть удовлетворены им во всех отношениях. Это как обувь, которая должна в точности подходить вам по размеру и хорошо сидеть на вас. У Абу-Язида Аль-Бистами было 99 учителей, прежде чем он нашел своего шейха Джафара Асиддыка. Наша истинная защита Всевышний. В наше время нет ни одной полностью безопасной страны. В любое время могут наступить невзгоды, на Западе даже в большей степени, чем в восточных странах. Однажды в Бейруте четыре маленьких мальчика играли на побережье со своей маленькой собакой. Они нашли кусок пенопласта, сели на него и отправились в открытое море. Отлив унес их далеко. Детей нашли люди на рыбацкой лодке через четыре дня возле города Триполи. Их единственной пищей был дождь. Они открывали рот, и туда падали капли дождя. Кто мог хранить такое хрупкое судно на воде, кроме Всевышнего? Дети — это наша безопасность. Благодаря им на нас нисходит милость. Если мы следуем совету пророка и едем в Шам, то он несет за нас ответственность. Во все времена священную землю Шам охраняют 700 ангелов, 700 джинов и 700 аулия. Мы туда едем для нашей веры. Наш кормилец Всевышний, и он дает нам нашу долю во что бы то ни стало. Абу Бакр и скрытые семена веры. Пророк Али Иссалят Вассалям сказал, что книга каждого человека закрыта после смерти за исключением трех людей. Первый — это тот, кто направлял людей на правильный путь своими книгами. До тех пор, пока люди черпают из них знания, на него нисходит милость, его книга не закрыта. Второй — это человек, который сделал пожертвование. До это существует каждый миг, каждый день, его книга продолжает писаться. Третий — это тот, кто оставил после себя детей, которые молятся за него. До тех пор, пока они молятся за него, его книга жизни остается открытой. Аллах Всеведущий. Он держит дверь к вере, открытой для ваших предков, даже в самый последний момент. Мы вечно благодарны за милость Всевышнего. Если он даст мне разрешение быть посредником, я буду просить за всех ваших предков. Наш пра-шейх рассказывал об Абу-Бакре ас-сиддике, главном сподвижнике среди всех сахабы, сподвижников пророка али-иссаляту ас-салям. Пророк салли-аллаху али-иссалям восхвалял его, говоря, что если поставить на весы его веру и веру всей уммы мусульманского народа, то его вера окажется тяжелее. В день «Разве не я, твой Господь?» И когда мы в тот день ответили «Да, ты наш Господь», если бы Абу-Бакр не наставлял людей с помощью своей духовной силы, никто бы не сказал «Да». Наш прошейх говорил, что у каждого есть доля веры Абу-Бакры, даже у человека с очень маленькой верой. С этой долей, независимо от того, молятся они или нет, очень многие войдут в рай. Эта доля веры удерживает людей от плохого конца в этой жизни и в следующей «Ла-Иляха-Иля-Ла-Ла-Мухаммадан-Расулуллах» написано в сердце «Нужен лишь шанс для того, чтобы это проявилось». Однажды я с прошейхом был в Медине. На протяжении всего пути через горы, долины и океаны песка нам не встретилось, как бы ни было, ни единого зеленого листочка. Как только мы прибыли в Медину, палил дождь. Он шел в течение трех дней, а затем прекратился. Спустя два месяца, когда мы вернулись в Дамаск, некуда было наступить, повсюду росла зеленая трава и цвели цветы. О, мой Господь, где прятались все эти семена? Все равнины и долины были покрыты растительностью. Всевышний хранил эти семена, и когда дождь милости палился на них, они быстро взошли. У очень многих в сердце заложены и глубоко посажены семена веры. Они лишь ждут подходящего момента, когда на них польется ливень милости. Эта милость может быть отложена до самого конца. Человек будет лежать на смертном ложе и плакать. Этот плач привлечет милость, даже если это всего лишь одна слеза. Всевышний скажет «Мой слуга плачет», и благодаря этому семя веры раскроется, наполняя сердце, и зазеленеет цветом истинной веры. До этого человек был как пустыня, а когда приблизилась смерть, он начал плакать. Это к нему пришла его вера. Лишь тогда, когда душа поднимается до уровня горла, и человек начинает задыхаться, дверь покаяния закрывается. Разве есть такие, кто не плачет до этого момента. Всевышний не оставляет своих слуг, у него бесконечная милость, и в его океанах милости мы ничто. По мере роста веры растет и милость. Если вы видите человека, у которого отсутствует милость, то знайте, что у него отсутствует вера. Наш пророк был послан как милость для каждого из нас. Тому, кому нравится отправлять людей в ад, тот не с нашим пророком алейхи саляту ассалям. Когда Моисей растерядился на Хороха и обвинил его в распутстве, он выполнил два раката молитвы для того, чтобы принять решение о его наказании. Всевышний сказал ему поступай как пожелаешь. Моисей приказал земле поглотить его. Когда она начала заглатывать Хороха, он возвал «О, Моисей, ради нашего кровного родства прости меня». Земля еще больше заглатывала его. Он попросил прощения еще три раза, и затем земля поглотила его полностью. И тогда Всевышний упрекнул Моисея «О, Моисей, Хорох столько раз просил тебя о прощении, и ты не простил его. Моей мощью и величием, если бы он возвал ко мне хоть один раз со словами «О, мой Господь, прости меня», я с готовностью простил бы его. «О, Моисей, не ты создал его, поэтому ты ничего не ведаешь о милости. Я создатель всего сущего, и мне ведома милость для моих творений». Всевышний желает привести людей к своим океанам милости любыми путями. Наша надежда на его всемогущую милость должна быть абсолютной. Это атрибут нашего Господа, ему нравится видеть, как его слуги облачены в этот его атрибут. Как говорил пророк Али-Иссаляту Ассалям, «О, мои люди, даруйте милость всему существу на земле, чтобы тот, кто на небесах, мог даровать милость вам». «Бог, которому вы поклоняетесь, у меня под ногами». Я слышал от пра-шейха этот рассказ, описывающий истинную силу Аулия. Он рассказывал о чудесах шейха Мухидина ибн Араби, шейха Аш-Шейха Аль-Акбар, великого шейха. В своих книгах он написал много предсказаний о будущем. Он сказал, «Если буква Син войдет в Шин, то появится могила шейха Мухидина». После этого он был убит за то, что сказал людям «Бог, которому вы поклоняетесь, у меня под ногами». Много лет место его захоронения было неизвестно, до тех пор, пока султан Селим не захватил Шам. Селим начальная буква его имени Син въехал в Шам начальная буква названия места Шин, как и было предсказано. Первую пятницу он заказал ванну и велел, чтобы к нему никого не пускали. Он снял свои одежды и начал заходить в ванну, как вдруг увидел, что там кто-то сидит. Он сразу разозлился. Кто это такой? Последовал ответ, «О, султан, пойди принеси мыло, мочалку и помой мне спину». Султан повиновался и подумал, это необычный человек. «О, султан, ты знаешь, кто я? Ради Всевышнего скажи мне, кто ты? Я Махиддин ибн Арабий». Тогда султан поцеловал его руки и ноги. Шейх попросил его отыскать его могилу и построить там купол и мечеть. «Но как я найду могилу?» «До молитвы Фаджр, предрассветная молитва, поднимись на минарет и посмотри в сторону Джабаль-Касси-юн, гора в Дамаске. Ты увидишь колонну света, доходящую до небес». Султан сделал так, как ему было велено, а затем послал туда рабочих, чтобы они копали в этом месте. Они нашли тело шейха Махиддина, завернутое в саван. Затем привезли старейшину Шама для того, чтобы показать ему то место, ступив на которое, он, шейх Махиддин, сказал, «Бог, которому вы поклоняетесь у меня под ногами». Копая в этом месте, они нашли два медных кувшины, наполненных золотом. Его потратили на строительство мечети и обеспечение всех фукара, бедных, трехразовым питанием. Он говорил, «Если кто-то ест и пьет из моей благотворительности, то даже если он лицемер, то в конечном итоге обязательно повернется к истинной вере». И по сей день даже богатые приходят туда по пятницам для того, чтобы отведать супы в надежде получить такое благо. Это золото было его кровью. Он отдал жизнь за эту благотворительность. Столько чудес у аулия этой уммы. И это указывает на достоверность и силу пророка али-иссаляту-ассалям. Сейчас ни в одной религии уже нет аулия, кроме ислама. Я готов встретиться с любым представителем какой угодно религии, если про него кто-то скажет, что он святой и с ним чудеса. Я самый слабый в этой религии, но я готов разрушить его чудеса при помощи силы прошейха. Я говорю это всему миру. Никто не сможет достичь уровня просветления, не достигнув уровня смирения. Это означает в точности следующее отказывать себя во всем, не имея никакого звания, подобно земле под ногами у окружающих. Если бы не было земли, то всем ни на чем было бы стоять. Святые несут на себе всех людей. Шейх Абу Ахмад сказал о своем эго следующее. Если бы мои люди и соотечественники знали меня, как я знаю самого себя, они не позволили бы мне оставаться с ними и закидали бы меня камнями и прогнали бы меня. Таким смиренным он был, считая свое эго наихудшим. Всевышний смотрит за мои мега и все равно оно хуже всех. Он считал, что его высокий уровень от Всевышнего, а не от него самого. У Абу Бакра с Сиддыка наивысший уровень в Умме после пророка али-и-саляту-салям. Он был самым правдивым и истинным в своей вере. Пророк салли-аллаху али-и-васалям говорил, если веру всей моей нации взвесить против веры Абу Бакра, то его вера говорил самому себе. Непослушный Сиддык в моих глазах, что бы они ни говорили, ты должен каяться и просить прощения. Когда мы смотрим на самих себя, где мы себя видим? Самый низший уровень является наивысшим. Абу Язид сказал, никто не сможет почуять аромат реальности веры до тех пор, пока не будет видеть уровень своего эго ниже уровня фараона, Немрода, Сатаны и Абуджахля. Мы можем сказать, да, я согласен, я такой человек, мой навс на самом низшем уровне, но вам тут же будет испытание, если кто-то позовет нас, о, мой осел, и мы побежим к нему со словами, что, то тем самым докажем, что мы и есть тот самый осел. Наш долг уважать всех, это наша религия. Истинный путь суфизма велит уважать всех людей. Человек может пренебрежительно относиться к своему пути, иметь плохой нрав и оскорблять вас. Вы не должны опускаться до его уровня и ссориться. Шейх Саади Ширази, суфийский поэт, рассказывал одну историю. Одного человека укусила собака. Он всю ночь провел без сна, плача от боли. Его маленький сын спросил его, что случилось? Меня укусила собака, ответил человек. Почему ты не укусил ее в ответ? спросил мальчик. О, сын мой, лучше я перетерплю свою боль, чем тоже стану собакой. Если вы принимаете тот факт, что наше эго подобно дикому зверю, то не станете ни на кого сердиться. Это смирение и основа хорошего нрава, без которой мы не сможем ничего построить. Почему Саидина Али ездил на осле? Мой долг обучать людей хорошему. Часть, данная человеку. Добродетель – семя, которое вы можете сеять в сердца людей. Оно произрастает и порождает добродетель. Такими в кавычках садовниками в первую очередь являются пророки, затем их последователи Аулия. Вы нуждаетесь в них для того, чтобы сеять добродетель в своем сердце. Это растение прошейха, растущее в моем сердце. Я делюсь с вами его плодами. Однажды он рассказал о двоюродном брате пророка Али, одном из величайших личностей в исламе, который почерпнул хорошие манеры от неисчерпаемых знаний пророка. Обычно он ездил на осле. Когда некоторые сподвижники спрашивали его, почему он не ездит на лошади, Али отвечал, «О, мои братья, мне не нужна лошадь для езды, так как если я встречу рыцаря для дуэли, то не стану убегать от него, а если он захочет убежать от меня, то я не побегу за ним». Это учит нас благородству. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вам не нравится, вы должны держаться твердо. Не пытайтесь избежать этого, будьте терпеливы. Каждый день мы можем сталкиваться с различного рода неприятными вещами. Польза заключается в том, что это оттачивает нашу веру. Не беспокойтесь о тех вещах, которые вам не нравятся, и вы увидите, что ваша вера крепнет. Если мы можем привести себя в порядок с самого начала, то каждый шаг будет легким, наша вера засияет, и к нам будет поступать свет. Таково учение. Мы не должны спрашивать встречи с врагом до тех пор, пока Всевышний не столкнет нас. Не испытывайте дьявола. Встреча со святыми. Наш прошейх рассказывал о встрече душ в духовном мире. Это произошло в пещере, где Каин убил Авеля. Это место сорока святых. Там мы можем видеть сорок мехрабов. Эти святые приходят туда каждую ночь, место предназначено только для них, вдали от людей, и никто не осмеливается заходить туда ночью. Если человек войдет туда, он может упасть в обморок или умереть от страха. У всех сорока святых своя отдаленная молитвенная ниша. Здесь можно разглядеть очертания святого, но не каждому дано это увидеть. Однажды моя супруга посетила это место. Она посмотрела на первого и увидела его, на второго и увидела, а также третьего, четвертого, пятого и шестого, а когда подошла к седьмому, у нее уже не было сил смотреть, и она ушла в страхе. Каждый, у кого есть свет в сердце, может их видеть, но при этом ощущается сильный страх. Каждую ночь святые проводят в молитве, а затем передвигаются с востока на запад, их дух передвигает их. У каждого человека есть душа и тело. Сейчас душа находится в теле и движется действиями тела замедленно, но движение самой души быстрее, чем скорость света. Все святые обладают большой духовной силой и могут поместить свое тело внутрь своей души. Когда тело находится в душе, оно может передвигаться со скоростью души в любой момент, от востока до запада, от земли до самой отдаленной звезды. Даже быстрее, чем наш взгляд. Душа может достичь любой точки, неся за собой тело. Если это будет подходить телу, вы можете поместить его там так же, как на земле. Есть столько земель для сынов Адамы, но пребывать на звезде возможно лишь для духовного тела. Святой может встретиться с каждой душой, здесь или в Барзахе, духовном мире. Он может позвать вашу душу даже тогда, когда вы спите. Во сне душа покидает тело, и в нем остается лишь немного силы, подобно выключенному неоновому свету в темной комнате. Однако можно видеть световые волны. Точно так же душа в кавычках выключена, а волны остаются для того, чтобы поддерживать дыхание и кровообращение. Поэтому многие люди видят святых людей во сне. Их души имеют экстраординарные силы. Этого не описать словами. Обширные силы. Если святой пожелает, он также может взять и перенести вашу душу и тело с востока на запад. Если человек готов, он может помнить этот сон. Если не готов, забудет. Мы все готовы, но пока еще не достигли уровня снятия завесы. На глазах нашего сердца находятся завесы. Когда Всевышний спрашивал вас, «Разве я не твой Господь?» Мы можем это увидеть. Эти завесы не тонкие, а весьма плотные, и процесс их снятия требует тщательной операции. Эта операция называется «Зикр» – пометование Бога. Да не спошлет Аллах мир, благословение и свет на возлюбленного пророка Мухаммада салли Аллаху алей и саллим его семью, с подвижников и всех пророков и святых, на праведных слуг Накшпандийского пути и всех суфийских орденов, на нашего любимого и почитаемого проводника султана Аулия Мауляну шейха Мухаммада Назима Аль-Хаккани. Аль-Хаккани. Субтитры создавал DimaTorzok